Добрый день, меня зовут Алексей Семняко, я представляю организацию RIP-NCC, регистратор адресного пространства в нашем регионе, 76 стран. Я сегодня расскажу про те мошенничества с адресным пространством, которые мы видим в нашей организации, и немножечко последствий, которые мы тоже видим. На самом деле, я сразу хочу сказать, что я ужасно не люблю торговцев страхом и сам не люблю торговать страхом. То есть, когда выходит докладчик, рассказывает, что вы знаете, если вы будете сидеть дома, на вас может упасть самолет, вы представляете, какие будут разрушения. Это не про это. Я не могу делиться, просто есть и законодательство, и наше внутреннее правило, я не могу делиться какими-то конкретными фактами. То есть, я не могу давать прямые ссылки, что вот у нас была вот такая история, потом у него были такие последствия и так далее, и так далее. Но все, что я рассказываю, это то, что мы видели на практике. То есть, здесь нет теории, это действительно то, как это работает, и, к сожалению, те вектора угроз, про которые я расскажу, они реализованы. То есть, здесь нет ничего такого, что могло бы быть, но еще не случилось. Это все то, что есть в живой природе. И для начала у меня будет такой достаточно большой кусок вступления, потому что я подозреваю просто, что большинство людей в аудитории не знакомы с нашей организацией, мы не очень знаем, как выглядит ландшафт, скажем так, интернет-управление в этой области. Поэтому, соответственно, я сделаю достаточно большое вступление. Те, кто знают, вы немножечко поскучаете. И, кстати, небольшой комментарий по поводу безопасности в IPv6. То есть, тема очень актуальна в безопасности и анонимности, и отслеживаемости пользователей и так далее. Тема ужасно актуальна, это здорово, что был такой доклад. В мире эта технология очень активно развивается, то есть, есть действительно очень интенсивный рост. Но, к сожалению, или к счастью, Короче, Украина надежно защищена, уровень проникновения 0,3%. Вот, поэтому можно пока что не волноваться. Никто вам, за исключением буквально двух-трех операторов в Украине IPv6, не даст, даже если вы попросите, даже если вы мулять будете. Поэтому это все было немножечко на будущее. А основной протокол в Украине на нынешний момент – это IPv4. Это традиционная версия четвертого протокола. Как вы знаете, наверное, адресное пространство IPv4 достаточно уже исчерпано, его очень мало. И, собственно говоря, именно это является предпосылкой того, про что я буду сегодня рассказывать. Вот, собственно говоря, про ландшафт. Как выглядит та часть, которая отвечает за то, что называется цифровые ресурсы. То есть адресное пространство и номера автономных систем. Это иерархия так называемых регистраторов. Наверху у нас расположен глобальный регистратор. Это американская корпорация ICON. Ну, наверное, вы помните, там, несколько лет назад, только ленивый журналист не написал про ICON и то, что они развивают, от Соединенных Штатов и становятся независимыми и так далее. То есть это вот как раз там. У них есть подразделение Аяна, которое, ну, собственно, выполняет роль этого самого глобального регистратора. Есть пять мировых регистратур. Это региональных мировых регистратур, которые отвечают каждый за свой регион, вот, в частности, Рапинсиси. Под ними есть локальные регистратуры. И дальше есть конечные пользователи. Это достаточно важная схемка. Я сейчас покажу географию и потом к ней вернусь. Вот как делится география, да. То есть вот они, пять мировых регистратур. Рапинсиси, в котором я работаю, да, это вот 76 стран вот этого региона. Это самая большая регистратура мира. Вот в регион входит, естественно, и Украина. Так вот, когда какие-то ребята приходят к нам и получают адреса, что это значит с точки зрения, ну, скажем так, юридической? Это значит, что они получают вот этот статус. Они становятся локальной интернет-регистратурой. Да, то есть они не просто получают адреса, как, ну, я не знаю, как огурцы в магазине, да. Они получают статус регистратура. И они что-то делают с этими адресами. В частности, они могут выдавать эти адреса конечным пользователям. Да, но в других регионах, там, с кем-то может быть посложнее, у нас это вот строго четыре уровня. Они могут использовать эти адреса для себя, могут выдавать конечным пользователям, а могут откладывать какие-то на будущее, да. То есть вот это наш резерв, который мы будем использовать чуть позже. Это стандартная ситуация. Ой, прошу прощения. Да, и, соответственно, вот эта часть, она достаточно часто является схемой, то есть частью схемы мошенничества. Я просто прошу обратить на это внимание, ровно потому что это будет чуть позже. Ну, чтобы было понятно, опять-таки, это чистая терминология. Если организация является членом RIP-NCC, получила у нас адреса, она может открыть новый аккаунт, может открыть еще один аккаунт, еще один аккаунт, еще один аккаунт. То есть одна организация может быть лиром несколько раз. Ну и вот статистика, соответственно, в Украине у нас 370 есть организаций, у которых есть 450 аккаунтов. Да, то есть достаточно большое количество членов у нас есть украинских. Что такое IP-адрес? IP-адрес — это число. IP-адрес 4-й версии — это просто число с 32 бита. Все, точка. Это натуральное число, то есть, ну да, натуральное число, ограниченное на 32 битами. У натурального числа не может быть принадлежности. Я не могу сказать, так, число 8, это теперь мое. Ты, зараза, число 8 ни в коем случае не используй, да? Поэтому у IP-адресов нету права собственности. Есть только право использования. Причем право использования касается только сети интернет. Это достаточно важно. Право собственности, то есть когда у меня есть стол, да, вы не можете просто так у меня этот стол забрать, если он мой. А вот если у меня есть только право на использование стола, вот это право на использование стола у меня можно забрать. На этом и основана система регистратур. Глобальная регистратура передает права на использование части адресов регистратуры ниже, та региональная регистратура передает часть адресов локальной регистратуре и так далее. Это нормальный процесс, и это значит, что трансфер адресов это вполне возможная и приемлемая практика. Адреса можно переносить. И это тоже является одним из оснований для мошеннических схем. То есть трансфер адресов это достаточно стандартная процедура. И последнее, что надо понимать, у IP адреса, несмотря ни на какие утверждения, нет географической привязки. Есть сервисы, которые пытаются понять, где какой-то адрес используется. Какой-нибудь MaxMind, например, вы можете зайти и посмотреть, что адрес такой-то. Это, по-видимому, Сингапур. Но это вероятностная оценка. Сервисы типа MaxMind ее вычисляют, и они не дают абсолютной гарантии. И более того, технически у IP адреса нет никакой географической привязки. Поэтому трансфер адресов может выполнять и выполняется на самом деле глобально. Это глобальный рынок. То есть те мошеннические схемы, до которых мы в самом конце дойдем, они работают на мировом уровне. То есть они могут проводиться откуда угодно. Это не локализовано в пределах, например, Украины или Европы. Это глобальная история. Ну, немножечко, собственно, статистики. Вот на донышний момент у нас наше количество лиров, то есть количество аккаунтов в нашей организации превышает 20 тысяч. То есть 20 189 на состояние позавчера. Это много. И вот сколько трансферов выполняется в месяц. То есть это вот циферки за последние месяцы. В месяц мы видим 200. За последние месяцы мы видели 211 трансферов. 20 рабочих дней. Не сложно понять, что за день наша организация обрабатывает 10 переносов адресов. Это интенсивный процесс. То есть, грубо говоря, если вы делаете такое количество работы за один день, вы не можете проводить полноценную оперативно-разыскную деятельность или какой-то инвестигейшн в отношении каждого трансфера. То есть надо понимать, что процесс поставлен на поток. И если он подготовлен хорошо, мошенниками, то он, скорее всего, будет проведен. То есть если изначальные документы, объяснения, обоснования подготовлены, то он будет завершен успешно. Просто потому, что их много. Это совершенно нормальная ситуация. А вот, собственно говоря, немножечко о деньгах. Вот если продавать адреса, вот, собственно, трансфер чаще всего сопряжен с тем, что люди, которые отдают адреса, получают за них деньги. Так вот, нынешняя цена, вот здесь в этой колонке приведена, и она, к сожалению, не видна, но я вам могу сказать, что за один адрес стоит 18-19 долларов на нынешний момент. Вот как меняется цена со временем. Вы видите, что в последнее время пошел достаточно крутой рост стоимости адресов. Что объясняется, очень просто, их нет. То есть возникает действительно адресов в версии 4. Их мало осталось свободных. На них большой спрос. Соответственно, цена на них растет. А рост цены – это что? Это повышение предпосылок к возникновению мошеннических схем. То есть это именно так работает. К сожалению, я забегу вперед. К сожалению, большинство держателей адресов не понимают, что они обладают ценным активом, который много стоит. Вот, собственно говоря, слайдик про это. В Украине у нас на нынешний момент 8 с копеечками миллионов адресов. Вот эту циферку я уже показывал. Значит, в среднем у украинской организации 22 700 адресов. Он так в среднем по больнице. Это значит, что этот актив у средней организации примерно полмиллиона долларов. Большинство украинских организаций не понимают, что у них вот там лежит полмиллиона долларов, которые могут украсть. Когда мы не оцениваем адекватно наш актив, мы его адекватно и не защищаем. Отсюда, собственно говоря, возникают предпосылки для того, чтобы этот актив у нас украли. И это происходит регулярно. Адреса стоят дорого. Организации, которые держат адреса, не понимают, насколько дорого и почему это стоит охранять. Они не защищают адекватным образом свои данные, в том числе у нас. Это имеет прямой выход, кстати, на GDPR. На тему GDPR. Мы европейская организация. Работаем в юрисдикции Королевства Нидерланды. И, собственно, наш подход к нашей организации к GDPR с точки зрения базы данных звучит очень просто. Он был создан еще задолго, за 15 лет до того, как возникла вообще проблематика GDPR. Но, тем не менее, звучит очень просто, что пользователь сам управляет своими данными. Все управление своими данными находится напрямую у пользователя без посредников. Поэтому, соответственно, на нашу базу данных GDPR распространяется, естественно, но нас не ограничивает, потому что нет оператора персональных данных. Каждый владелец персональных данных управляет ими самостоятельно. Вот, к сожалению, в связи с этими мошенническими схемами важность корректного управления этими данными становится еще не высокая, и понимания этого нет. В частности, в следующий пункт, когда туда записывается какая-нибудь левая почта, которая не очень важна, потому что там начнут что-нибудь присылать левое. Я на какой-нибудь укорный дам, пусть туда все валится. Популярная, совершенно очень популярная тема. И, соответственно, к сожалению, люди за тем, что происходит, это уже вне нашей юрисдикции, но за тем, что происходит в госреестре, люди, к сожалению, тоже достаточно часто не следят. Вот как, собственно говоря, дефинцируется наш аккаунт. У нас есть название компании и те атрибуты компании, которые мы проверяем по госреестрам стран-участников. В частности, для Украины мы смотрим, что там написано, то есть мы берем данные, которые нам дает государство. Дальше идет почтовый адрес, и идут некие данные контактного лица. Когда приходит мальчик на работу, в организацию, ему говорят, так, ну у нас новый этап развития, вот ты заодно, так сказать, укрутишься, нам нужно стать лиром, нам нужно получить адреса, он это все делает, и вот здесь пишет, скажем, свой домашний адрес, и вот здесь свои данные. Никто его не контролирует. Потом этот мальчик увольняется, а через три года он понимает, что вот на самом деле вот здесь вот все написано его, и он адреса той организации, в которой он уже три года не работает, он может совершенно спокойно продать на рынке. Вот здесь вот все сделано правильно. Макса Тулева, вот понятно, он профессионал, у него все сделано правильно, поэтому я взял его организацию специально, чтобы показать, что вот здесь это, кстати, все оформлено как надо. Но вот тот кейс, который я привел, ну условный, это вполне реально, и организация в какой-то момент обнаруживает, что ее адреса проданы. Мы, естественно, контактируемся с тем, кто продает адреса, мы несколько раз выходим на контакт, разными способами, но это бесполезно, если всюду указаны адреса того мальчика, который уволился три года назад. Потому что по всем контактам будет он, он скажет, да, 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 мы продаем, все правильно. У меня меньше, чем пять минут. И какие последствия у этого? Первое последствие, самое простое, то, что у вас уведут часть вашего актива. Вот те самые, вы организация, которая получила права на адреса, локальная регистратура, у вас есть какая-то часть адресного пространства, которая сейчас не используется, это, понятно, ваши какие-то запасы, которые вы или на будущее свое развитие, или новым клиентам отложили и так далее. Вы не поймете, что у вас их украли до тех пор, пока через три года, например, или через два года вы не попытаетесь их использовать, и выяснится, что у вас их нет уже давно. И будут долгие суды. То есть, возможно, вы их отсудите, но это будет очень непросто и очень больно. И это самая простая схема. Но, к сожалению, она самая невидимая, потому что если вы украли то, что вы не используете, вы быстро это, скорее всего, не выясните. Вторая схема, она более наглая, но тоже живая. Если у вас продают адреса, которые у вас используются, и кто-то их начинает использовать в этот момент, для вас это означает ситуацию дидоса. Потому что префиксы в маршрутизации начинают объявляться в другом месте, вы трафик не получаете, и для всего мира ваш ресурс просто становится недоступным. То есть, с точки зрения пользователей, это совершенно классический дидос вас. Я согласен. Кстати, здесь поправочка. Не дидос, просто дос. То есть, это нераспределенная, это простая атака в отказе в обслуживании. То есть, ваши пользователи вас не будут видеть. Эта ситуация, конечно, продлится там, я не знаю, может быть, день, может быть, полдня, но если это будет горячая пора для вашего бизнеса, это будет очень больно. И последнее, это самая неприятная история, это если это будет использоваться для того, чтобы вас подделать. То есть, будет скрафчен ваш ресурс. И на то время, когда вы не будете получать трафик, а трафик будет получать он. За это время можно получить ваши SSL-сертификаты с вашим доменом, понимаете? То есть, полностью создать вашу цифровую копию и дальше использовать даже после того, как вы все вернете в нормальное состояние. Это может быть использовано, например, для МИТМа, потому что SSL-сертификат по-прежнему валиден, никуда он не денется. Он уже есть. Люди вводят пароли, достаточно говорить, что все пароли правильно, записывайте их себе в базу данных, и эти пароли уже у вас украдены. После того, как вы все вернете на место, у вас все равно осталась дырка в безопасности, потому что была подделана ваша идентики и использована для того, чтобы украсть то, что должно быть украдено. Это вполне реальный сценарий, который действительно работает. Про репутационный ущерб не говорю, это достаточно очевидно. Еще раз обращу внимание, что атака может быть на всех уровнях. Атака на ваш почтовый ящик, который плохо защищен, потому что вас не интересует, что вам Райп НСС пишет. Это самое простое. Но мы видели вплоть до рейдерской атаки, действительно рейдерской атаки, переоформление компаний только для того, чтобы украсть адреса. То есть атака на этом уровне, когда в госреестр вносятся изменения для того, чтобы быстро переоформить данные в базе данных Райп и провести передачу адресов, получить достаточно много денег. То есть, грубо говоря, защита цифровых активов вот здесь вот, она должна быть адекватна вот этой вот циферке. И это достаточно важно понимать. Собственно говоря, все. Это такая достаточно простая презентация с простой мыслью. К сожалению, она не очень распространена, поэтому хотелось ее с вами поделиться. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...